С 1 февраля на 7,4% проиндексируют более 40 социальных выплат, в том числе маткапитал, единовременное пособие при рождении ребенка, выплаты людям с инвалидностью, ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, а также другим льготникам. Увеличенные субсидии получат более 20 миллионов россиян. В едином госреестре недвижимости появится больше сведений об объектах. Так в нем будут указывать, является дом аварийным и подлежит ли он сносу или реконструкции. Это повлияет на величину налога. Если здание аварийное, его кадастровая стоимость ниже. Соответственно, и налогов нужно платить меньше. Банки станут за пять дней предупреждать клиентов, что у них заканчивается срок вклада. Если человек забудет его продлить, перестанет получать проценты. В случаях, когда по условиям программы вклад автоматически не продлевается, деньги с него переводят на счет до востребования со ставкой от одной сотой до одной десятых годовых. Контроль за коллекторами ужесточат с первого февраля банки и микрофинансовые организации, у которых есть подразделения по работе с должниками, будут выполнять все те же требования, что и коллекторы. Например, записывать разговор с должником, не звонить ночью и не писать в соцсети. А приставы проверят, как банки и МФО работают с такими клиентами.